И мы с вами начинаем работу. Я вас приветствую на вебинаре, посвященном копирайтингу с помощью системы искусственного интеллекта. Будем разбираться, есть ли он этот копирайтинг, и если есть, то насколько он хорош. С вашего позволения начну я буквально два слова скажу про себя, потому что не со всеми мы здесь, не со всеми, кто собрался, мы здесь знакомы. Меня зовут Лосева Татьяна, в учебном центре «Специалист». Я веду курсы, связанные с текстами, то есть те курсы, которые посвящены созданию текста, продающего текста, текста для интернет-продвижения, модное сейчас и, правда, очень эффективное направление сторитейлинга. То есть все те курсы, которые связаны с созданием текста, лежат в области моего профессионального интереса, и, соответственно, я веду эти курсы. С точки зрения своего профессионального опыта, почему я могу говорить, беру на себя смелость говорить на ту тему, которую мы с вами сегодня будем рассматривать, Я копирайтер, работаю, мой личный опыт работы с текстами, это вот я тут недавно посчитала, 21 год работы с текстом, 21 год это вот именно работы, всякой разной работы с текстом, как копирайтера, как и специалиста в области обучения. Десять лет из них это опыт работы преподавания, создания текстов. Ну и так как мы сегодня немножечко затрагиваем инженерные, еще плюс ко всему системы, самое-самое первое, у меня есть и маркетинговое образование, есть и филологическое образование для того, чтобы с этим видом деятельности заниматься. Но самое-самое первое образование инженерное и как минимум 15 лет из всей моей профессиональной деятельности посвящено работе с IT-компаниями, среди которых в том числе есть и компании, которые занимаются искусственным интеллектом. Поэтому, ну, я не могу себя назвать большим специалистом в области искусственного интеллекта, но некоторые методики, владея методиками оценки работы этих систем. Ну и, конечно, сегодня мы в первую очередь их будем оценивать с точки зрения текста, с точки зрения такой филологической, будем стараться совмещать эти два понятия. Мой интерес на этот вебинар, я очень была заинтересована на самом деле, когда появилась необходимость организовать, провести семинар на эту тему, потому что, конечно же, мне как практикующему копирайтеру и человеку, который занимается, связанно, профессионально с копирайтерами, очень большую часть своего времени общаюсь с копирайтерами, мне, конечно же, очень интересно. И я думаю, что нам всем очень интересно. Вот эти вот генераторы текста, которые сейчас стали появляться все больше и больше, как-то про них слышно все больше и больше, они появляются в зоне нашего внимания. И вопрос, могут ли они, могут ли эти программы заменить действительно живых людей? Грозят ли эти программы, грозит ли этот искусственный интеллект нам с вами потери работы? Условно. И если да, то как скорость, что с этим делать? Если нет, то есть ли из них хоть какая-то польза? Те вопросы, на которые я искала ответ, когда готовилась к этому семинару, сейчас на экране. И если у вас есть свои запросы, свои вопросы, то есть вы пришли на вебинар по вот этим системам искусственного интеллекта, искусственным копирайтерам, с какими вопросами пришли вы, что хотите узнать вы, что хотите обсудить вы. Если есть что-то отличное от тех вопросов, которые сейчас на экране, сейчас прямо самое-самое время их задать, самое-самое время их написать. На какой вопрос вы ищете ответы относительно этих систем, относительно этих программ? Если вы поддерживаете те вопросы, которые на экране, которые в программе, в нашем плане, ну и замечательно, значит, мы сейчас с вами по этой программе и начнем работать. Если есть что-то такое отличающееся, специфическое, свой вопрос, пишите. Я постараюсь его тоже в рассмотрение включить. Добрый вечер всем присоединившимся. Присоединяйтесь, залетайте. Вы практически вовремя. Ну что, ничего особенно специфического нет, да? Все то же самое. Ну что ж, замечательно. Тогда давайте по этой программе и будем работать. Если в процессе будут вопросы возникать, тогда будете их писать в процессе. Ирина, здравствуйте, здравствуйте. Итак, коллеги, давайте разбираться с системами искусственного интеллекта. Ну, буквально несколько слов таких теоретических. Я запланировала и практическую часть, и, конечно же, надо начать с какого-то такого понятийного общего аппарата. Несколько слов из теории. Ну, во-первых, что такое искусственный интеллект? Это, в принципе, свойства искусственных систем, свойства машин выполнять те функции, которые обычно свойственны человеку. Творческие функции, те, которые мы традиционно не готовы передавать машине. То есть творческое поведение, решать интеллектуальные задачи. Для решения этих задач, задачи эти, на самом деле, стоят на повестке у науки давно. Мы сегодня с вами будем говорить о работающих моделях. Конечно, они, ну, самое основное развитие они получились сейчас, вот буквально последние годы. Тем не менее, такая наука, как инженерная лингвистика, существует уже с середины прошлого века, развивается и в России, и в Америке, и в других странах. То есть это, в общем-то, история, идея совсем не новая. И уже как одна из таких серьезных задач, которую решила, да, как минимум прикладных задач, которые решили люди, которые этой инженерной лингвистикой занимаются, это машинный перевод, и мы видим с вами сейчас, что машинный перевод действительно, в общем-то, уже вполне себе не что-то из области научной фантастики, а такой практический инструмент. Здесь нас с вами интересует область, связанная с созданием текстов. Соответственно, терминология, которая нам еще может пригодиться. Технологии NLP. Вы, может быть, встретитесь, если вам встретится, если вы начнете разбираться с этими системами. Важно, NLP здесь никак не пересекается с многим известным нейролингвистическим программированием. Это случайное совпадение букв, здесь аббревиатура другая. Это технология, которая обеспечивает работу нейросистем, нейросистей, которые по принципам, на самом деле, человеческого мозга устанавливают, умеют устанавливать связи между словами, анализировать текст и создавать новый текст, что на самом деле принципиально новое сейчас в этих системах. И термин генератор текста – это такая уже, знаете, такая программульчика. То есть искусственный интеллект – это такое глобальное свойство. Технология NLP – это технология, опять же, глобальная технология, которая позволяет, в принципе, эти системы создавать, эти системы реализовывать. И генератор текста – это уже та самая программочка, с которой мы с вами сегодня будем знакомиться. Это такая вишенка на торте. Интерфейс для пользователя, которая уже по технологии NLP, на основании этой технологии NLP, выдает или не выдает какой-то осмысленный текст. Каким образом работают системы искусственного интеллекта? Посмотрите ниже на экране картинка. Условно представим очень-очень упрощенно для себя некоторый такой черный ящик, в который загружается. То есть мы будем воспринимать с вами эту систему. Она слишком большая, сложная, чтобы мы ее успели за 40 минут изучить. Поэтому мы ее будем воспринимать с вами как черный ящик. В этот черный ящик загружается, во-первых, множество всех слов языка, того, который мы хотим научиться воспроизводить. В нашем случае это русский язык. Загружаются все грамматические конструкции этого языка. То есть по каким правилам можно выстраивать слова. Как они между собой, в какой последовательности они должны быть выстроены. Какими связями они между собой организованы. В том числе, вот сейчас будем тоже говорить про американские системы, про российские системы. На русском языке, на английском языке. И тут мы однозначно можем сказать, что грамматика русского языка одна из самых сложных грамматик. То есть наш язык за счет своей грамматики один из самых сложных языков вообще в принципе в мире. И в том числе намного сложнее именно грамматика. Это не чтобы похвалиться, сказать, какие мы сложные. Просто это объективно. А грамматика русского языка одна из самых сложных грамматик, которые есть. Тем не менее, если мы хотим научиться создавать искусственно текст, мы загружаем в эту систему грамматику. То есть все правила, по которым слова изменяются. По родам, по падежам, по склонениям, спряжениям. Вот это все машина должна знать. И машина загружается, вот в этот черный ящик загружается множество уже существующих текстов, благодаря чему машина начинает понимать контекстность использования слов, в каком контексте, в зависимости от того, какие слова стоят рядом, что обозначает текстом или что обозначает слово. Потому что в некоторых случаях значение слова меняется в зависимости от того, какие слова стоят рядом. Условно, эта вся история загружается в систему искусственного интеллекта. И дальше система искусственного интеллекта работает в чистом виде по принципу, как наше с вами мышление. Основные пять базовых логических операций – это анализ, сравнение, обобщение, классификация, синтез. Те операции, которые логопед в детском саду проверяет перед тем, как отправить, спустить ребенка в школу или не пустить, сказать, задержать его еще на год в детском садике, он как раз проверяет сформированность вот этих логических операций. И этими же логическими операциями пользуется машина. То есть она анализирует слова, анализирует – это значит слова и тексты, разделяет на элементы, на части, сравнивает, что-то обобщает, что-то классифицирует, разделяет на группы. И в конечном счете способна синтезировать новый текст. То есть из разных элементов создавать некоторую новую конструкцию, выдавать новый текст. Это такие глобальные вообще представления, понимания об происходящем. Что касается, что у нас с вами есть сейчас. Сейчас, да, то есть это такие теории, которая основана, на которой все это здание искусственных текстов строится. Что у нас с вами есть сейчас? Сейчас есть основная технология, GPT, основная технология, на которой в 2020 году она считалась самой крупной работающей моделью, но сейчас она уже не самая крупная, есть система покрупнее, но тем не менее это все равно основная модель, на которой работают, строятся большинство генераторов текста. Что интересно, это модель GPT-3, это уже третья ее версия. Что интересно, вот эта вот GPT-3, модель, эту модель выпустила компания OpenAil, крупная американская компания, которая занимается машинным переводом, машинными текстами и среди прочего она, эта компания, один из основателей этой компании, многим известный Илон Маск, то есть в этот удивительный человек и в области создания текстов тоже отметился. На основе этой модели, вот еще раз, до 2020 года эта модель считалась самой крупной. В прошлом году компания Google выпустила модель по объему более крупную, по объему используемых параметров более крупную, но все-таки пока еще не настолько распространенную, как модель GPT. В 2020 году наши разработчики, Bear Devices, на основе американской модели выпустили модель RU-GPT. Ее особенность в сравнении с американской в том, что там загружено существенно больше русскоязычных документов, документов на русском языке, что, конечно, позволяет этим системам, генераторам, которые на вот этой модели начинают, работают, создают свои тексты, позволяют создавать предположительно, мы сейчас с вами посмотрим, предположительно более сложные тексты, такие более близкие к тексту живого человека. Опять же, это те модели, на которых все устроится. Мы с вами, как конечные пользователи, будем работать с генераторами текстов, то есть теми программами, которые, используя эти модели, создают текст. Таких программ множество, очень много. Я проанализировала, посмотрела, ну, наверное, что-то около 10 программ, попробовала именно с этих сервисов, с ними работать, выделила вам к рассмотрению вот те, которые сейчас на экране. Я сейчас поясню, почему я выбрала эти. Вам в личный кабинет эту презентацию я выложу, поэтому у вас ссылочки тоже все будут, вы сможете попробовать, если вам станет интересно, попробовать с этими сервисами тоже поработать. Смотрите, по какому принципу выбирала, чтобы тоже вы могли при желании попробовать, да, осмысленно уже, не все подряд, а уже осмысленно выбирать те, с которыми вам интересно попробовать поработать. Смотрите, верхние три модели, это модели, однозначно созданные, американские модели. Они созданы, ну, как правило, в большинстве случаев, они явно больше, крупнее, там больше возможностей, но для них русский язык не основной, то есть в том числе они могут писать и на русском, но однозначно эти системы используют модель GPT, поэтому, ну, возможности работы на русском языке у них очень-очень относительны. Ну, как минимум, как минимум, просто за счет того, что, да, у них там очень хорошие отзывы с точки зрения, что, типа, вот очень многие ими пользуются для создания текстов на английском языке. Не знаю, на английском я не пробовала, можно попробовать, если кому-то станет интересно, но такая особенность у этих систем есть. Плюс за счет того, что это все американские программы, у них там в большинстве случаев требуется даже для того, чтобы получить тестовый период, привязать банковскую карту. Банковские карты сейчас трудно привязываются, российские. Ну, в общем, некоторый такой квест, но если хочется, можно попробовать тоже его пройти. Остальные системы, которые в списке приведены, это системы наши, отечественные. Три из них платные, по-разному платные, я сейчас тоже поясню степень платности этих систем. И две, обратите внимание, привела однозначно, вот я их даже пометила, это такие бесплатные сервисы для развлечения. Почему привела? Ну, во-первых, если кому-то захочется развлечься, конечно же, можно посмотреть, как эти системы работают. Ну, и плюс, главное, что тоже не путайте, не воспринимайте их. Вот иногда, это тоже я вот несколько тут уже пока готовилась к вебинару, обсуждала тут с копирайтерами. Да, я видел вот этого балабобу, да разве может этот балабобу нормальный текст создать? Не может, и он для этого не предназначен. То есть это не серьезные системы для создания действительно контента, а системы шуточные. Пусть они здесь в списке тоже будут, и мы их как шуточные, такие развлекательные, да, и воспринимаем. Основные, которыми мы с вами сегодня попытаемся успеть познакомиться, это вот три наши и три платные наши системы. Они все в той или иной степени предоставляют некоторый бесплатный доступ, то есть можно без проблем получить бесплатный доступ для того, чтобы попробовать с ними поработать. А система Ritex, с ней вообще просто, у нее есть некая бесплатная версия, сейчас я ее попробовала, покажу результаты работы с ней. То есть есть платная сложная, ну, как предположительно, наверное, сложная, да, есть бесплатная с ограниченными возможностями. У Ritex есть семь дней бесплатного доступа, то есть тоже мы спокойно можем ее открыть, попробовать, не нужно никаких там, несложно это сделать. И Гервин предоставляет, если вы зайдете на их сайт, у них есть ссылка на промокод, вы можете этот промокод запросить, это все очень легко делается, и они вам предоставляют 10 тысяч символов бесплатно посмотреть, как вся эта система работает. Ну, давайте с ними мы как раз и познакомимся. Ссылки у вас, еще раз говорю, в презентации все будут, то есть если захотите попробовать это все сделать самостоятельно, поиграть с ними потом самостоятельно, у вас такая возможность тоже будет. Ну, начну с той системы, которая предоставляет максимальное количество бесплатного доступа, да, в принципе, вот бесплатная возможность попробовать. Позабавилась я, потому что, да, предлагаю нам ее с вами в работу сразу не брать, потому что вот, смотрите, позабавилась я. Один из запросов, который я попробовала продолжить. Я, знаете, я сначала хотела, чтобы мы с вами тут открывали прям все эти системы, пробовали с ними работать в режиме онлайн, но поняла, что это будет не вполне эффективно, потому что они требуют много времени, ну, там, порядка минуты текста некоторые создаются, у нас тут минуты с вами на счету, поэтому я заранее заготовила, проработала с этими сервисами, ну, а уже там захочется попробовать что-то свое, вы тогда это сделаете сами на основе тех ссылок, которые будут в презентации. Вот, ну, смотрите, какая прелестная прелестность. На первый запрос, который я попросила машину продолжить, ну, предположительно, какая-то информационная статья. Лошадь, непарнокопытная млекопитающая система мне выдала, что дополнила, расширила, да, что она непарнокопытная, высоковозрастная и пресноводная. То есть мы видим, что здесь уже однозначно, ну, тут даже, да, на уровне таком эксперимента система выдает именно такую ошибку, содержательную ошибку, даже не то, что хороший текст или плохой, да, продающий, непродающий, а он, в принципе, рядом со словом лошадь не должно стоять прилагательных, высоковозрастная и пресноводная. То есть это прямо вот ошибка. Мы сразу вот этой системой идем дальше, говорим, нет, спасибо большое, мы с ней. Она пока еще для нас не готова для того, чтобы с нами работать. Вторая система, которую я рассматривала, система Poderider. При взгляде на нее уже возникает ощущение, что да, тут действительно что-то такое создано для работы с текстом. Я сейчас, с вашего позволения, переключусь на... Чтобы вот тут она меня покрупнее и не подвисала, мы сейчас с вами посмотрим, как эта работа выглядит. Да, уже выглядит так, что уже что-то предназначено такое для работы с текстом. То есть вот открывая сайт, мы видим какие-то разделы для информации о товаре, информации об услуге, да, для создания там статьи, для создания блога есть какие-то разделы. Вообще есть там даже отзывы, что кто-то пользуется, пишет тексты с помощью этого сервиса. Но хорошо, пробуем с вами создать какой-то текст и посмотрим, что у нас из этого получается. Например, берем, пробуем создать текст описания для компании. Вводим, как просит система, вводим название «Домашний доктор». И удивило меня, сразу скажу, что удивило такое короткое поле для создания описания своего. Ну, ладно. И смотрим, что у нас с вами получилось. Смотрите. Программа нам выдает, да, генератор текста, нам выдает текст. Компания «Домашний доктор» предлагает услуги по диагностике, лечению, профилактике заболеваний. У нас работают только высококвалифицированные специалисты, которые помогут вам справиться с любой болезнью. С одной стороны, конечно, вау, да, система нам действительно выдала некоторый вполне себе связанный текст. А вот у меня сейчас к вам вопрос. Как вы считаете, вот на ваш вкус, хороший ли это текст? Можно ли, что называется, принять у машины эту работу? Как вам результат работы генератора? Очень шаблонно. Совершенно прямо вот, Ирина, я с вами, да, наверное, даже вот с точки зрения формулировки. То есть что значит шаблонно? Это значит, что вот к этому тексту, я могу совершенно спокойно поменять. Да, длинный прилагательный, который, Татьяна, мы с вами так долго прорабатывали, что их не должно быть в тексте. И действительно, я вот этот текст, я его могу взять и абсолютно без изменения каких-либо, абсолютный штамп, да, без изменения каких-либо слов, вот, пожалуйста, любой клинике Москвы предоставить. Пожалуйста, домашний доктор, бутовский доктор, семейный доктор, там, медицинский центр у дома, они все могут по этому, этот текст себе на сайт компании разместить. Возникает разумный вопрос, смысл этого действия. Но я, на самом деле, даже прежде чем прям уж совсем говорить, что текст прям плох и ничего хорошего нам система не предоставила, подумала, а вдруг вот мы соберемся здесь с таким коллективом, кто скажет, а почему это плохой текст, хороший текст, да, он сказал нам, перечислил диагностику лечения, профилактики заболеваний, он сказал про высококвалифицированных специалистов, что текст плохой, хороший текст. Иногда заказчики так и говорят, да, вот, вам вот такое вот надо, мы вот у всех такие тексты, мы тоже такие хотим. И я, знаете, для того, чтобы не спорить, потому что вообще-то, на самом деле, для того, чтобы хорошенечко разобраться в качестве измерения, качество текста, ну, у нас на курсе, вот, этому там, как минимум, два часа надо уделить времени для того, чтобы... Хороший, если в компании беда с копирайтерами. Ирина, а в компаниях во многих беда с копирайтерами. И мне кажется, что, собственно говоря, к таким сервисам в первую очередь, да, обращаются компании, ну, пытаются, да, задумываются, а не обратиться ли в эти сервисы, к которым беда с копирайтерами. Потому что если есть хороший копирайтер, да, свой, знакомый, то даже не задумываешься, не задумаешься, вот, пойти посмотреть. И, знаете, я подумала, что, ну, нет у нас сейчас двух часов для того, чтобы оценивать, действительно, критериально оценивать, а почему этот текст плохой. Это больше времени нам для этого нужно. И я решила спросить, попросить оценить качество текста, попросила оценить машину. Есть же прекрасные... Сейчас я вам покажу там. Я эти вот записываю... Тоже у вас в презентации будет, поэтому вы сможете посмотреть все эти видюшки, в том числе, если мы сейчас не все из них с вами успеем посмотреть, да, потому что я там много, много изучила, много нарабатывала. Так вот, я решила, давайте спросим, попросим машину, оценить качество текста машины. Есть же сейчас сервисы для проверки текста. Text.ru, Advega, очень интересный сервис, Тургенев новый тоже появился для оценки текста. Главред, уже хорошо зарекомендовавший себя как сервис, к которому мы обращаемся посмотреть, а хороший ли это текст. И вот, пожалуйста, одна машина будет проверять другую машину. Загружаю этот текст в проверку Тургенева и смотрите, что говорит Тургенев. Ой, прошу прощения, да, это не Тургенев, это Главред. И смотрите, что говорит Главред. 6 баллов из 10. Ну, если не знаете, то Главред считается, что минимальный порог текста, который может считаться хорошим, это 7. Выше 7 это уже что-то такое, мы стремимся к 10, но выше 7 это уже что-то такое, что можно оценить как хороший текст. И да, Главред нам тоже, в общем-то, уверенно заявляет, что нет, текст плох. И почему текст плох? Потому что, ну, Татьяна увидела вот это вот длинное, абстрактное, прилагательное, высококвалифицированные специалисты, да, многообразие, местоимений, одно из них, которое любая болезнь, да, тоже абсолютно никому ничего не говорящая, то есть прямо он нам указывает на те слова, которые плохи. То есть мы понимаем, что да, текст пока еще, текст, ну, вот его нельзя назвать, текстом, который можно использовать в работе. Я на самом деле попробовала, я попробовала дальше немножечко доуточнить этот текст, потому что по большому счету, опять же, вот для тех, кто уже с текстами работает, и как минимум, да, для тех, кто у нас, да, с кем мы уже вместе с текстами на курсе работали, совершенно очевидно, тут даже можно было бы не нажимать кнопку «Получить текст» для того, чтобы сделать вывод, что текст будет плохой. А вот, кстати, догадаетесь, почему? Кто догадаетесь? Почему можно было, в общем-то, кнопку «Получить текст», даже не нажимать, чтобы сделать вывод, что вот из тех вводных, которые мы дали, нормального текста получить невозможно. Не машина плохая. Машина здесь ни при чем. Она, что называется, исполнитель. Та самая проблема, на самом деле, у нас сейчас с вами перед вами, да, исходных данных мало, это та самая проблема, когда начинающий копирайтер приходит к заказчику, и заказчик говорит, создай мне текст, напиши мне текст о компании. Копирайтер говорит, ну, да, хорошо, давайте расскажите мне о компании. Ну, ты там сам как-нибудь, вот, ты там как-нибудь сам головой покрути, напиши что-нибудь. И если копирайтер еще молод, и у него не хватает авторитета сказать, что, знаете, нет, я так не работаю, то он вот сам что-то приблизительно то же самое, что эта программа и создает. То есть из каких данных программа должна была бы нам создать текст? Совершенно непонятно. Но, тем не менее, я попробовала включить, да, немножечко, ну, давайте, может быть, что-то еще до, да, до включу какую-то еще, какие-то еще данные для того, чтобы из этого можно было написать что-то чуть-чуть более специфическое для моей. Ведь, смотрите, заказчику-читателю ему нужно получить какую-то информацию для принятия решения. Если я читаю текст о компании, то я хочу получить информацию, стоит ли мне в эту компанию обращаться. Если я буду искать информацию о товаре, стоит ли мне этот товар покупать, да, то есть какую-то такую специфическую информацию относительно том товаре или той компании, о которой сейчас пойдет речь. Я пыталась немножечко, опять же, вот почему меня это немножечко, вы тоже, когда будете анализировать, если будете анализировать разные такие вот программы, обращайте внимание, да, то есть 150 символов для того, чтобы дать вводные, ну, это прям точно недостаточно. Но, тем не менее, я попыталась, сейчас я вам покажу, что у меня получилось, да, я попыталась все-таки, не с первого раза у меня это получилось, но, тем не менее, попыталась задать чуть больше данных, ну, и смотрите, в общем-то, сейчас я ее открою, остановлю, да, но, в общем-то, ситуацию это сильно не исправила. Программа это, да, вот эти мои попытки не оценила, и текста лучшего не получилось. Чуть позже я попробовала ту же самую историю сделать с текстом, описанием текста для компании, да, я попробовала дать описание, опять же, вводных категорически мало, но, тем не менее, я попробовала, да, и получила некоторое количество даже текстов, описаний для куртки, там, женской, утепленной, но, собственно говоря, точно так же, как с предыдущим текстом, мы можем сразу уже, начиная с того, что вводных данных недостаточно, оценить и предположить, что хорошего текста из этого никак не получится. Но я не оставила своих попыток, я еще раз говорю, что вот эти тоже видюшечки, они там в презентации есть, если захотите потом попробовать, ну, и главное, что сами поэкспериментируете. Я не оставила своих попыток, попробовала еще одну программу, та, которая Гервин, она самая из всех трех, сейчас я ее тоже открою, должна открыть, где-то же я ее приготовила себе. Ну, сейчас открою. Сейчас открою ее тоже. Самая большая из всех систем, плюс она еще и, ну, к ней, да, и доступ там получить бесплатный, было там самым таким, ну, то есть она внешне вот выглядит прям действительно как уже такая большая система работающая, обратите внимание, что это, да, у этой внешне, опять же, выглядит у этого генератора много разных направлений, то есть вы можете создавать тексты вот в этом направлении, да, и пост ВКонтакте написать, и в Телеграм, то есть вроде бы даже есть какое-то различие в Телеграм или ВКонтакте. На самом деле, спойлер, различия нет, я их не смогла найти, то есть пока это такая только красивая обложка, но тем не менее обложка вот эта красивая присутствует. Пожалуй, из всех генераторов, которые я смогла, да, которые я проанализировала, этот генератор предоставляет, ну, наверное, такой, сейчас я вам вот этот прям кусочек текста покажу, ну, самое что-то такое приближенное к уже более или менее осмысленному тексту, вот смотрите, да, это их образец для статьи, вот отель в Нью-Йорке. Ну, смотрите, здесь уже есть какие-то, да, какие-то вот те самые примеры, которых мы когда в текста на курсе разбираем, тексты, да, есть уже какие-то примеры, есть уже что-то, в общем, такое, да, есть уже структура, есть, ну, то есть уже этот текст, ну, по сравнению, да, со всем, что мы видели до этого, ну, уже так, уже приближается к тексту, с которым можно бы работать, но, тем не менее, если мы с вами посмотрим сейчас на этот текст глазами не копирайтера, а глазами, ну, предположим, мы с вами сейчас собрались в Нью-Йорке, вот мы ищем себе отель, ищем себе жилье в Нью-Йорке, если мы посмотрим на этот текст глазами этого человека, получили ли мы из этого текста какую-то полезную для себя информацию, ведь мы же говорим о том, что это не просто тексты ради текста, это тексты продающие, это тексты, которые должны читателя привести к покупке, к бронированию, получили ли мы здесь какую-то полезную информацию, достаточно ли мне, или я, когда ищу квартиру, там, или отель, или апартаменты, я хочу получить уж чего-то большего, вот как считаете? Как считаете, достаточно ли, или все-таки надо чего-то большего? Недостаточно. Недостаточно, потому что, да, смотрите, мы же когда ищем, когда живой человек ищет квартиру, мы хотим знать очень специфические вещи, не общие вещи, которые можно найти, то есть как эта система, да, находит, создает текст, да, у нее есть доступ к целому интернету, конечно, она может получить в любой момент информации, что там есть в Нью-Йорке, но эта информация у читателя тоже есть, да, нам интересно наполнение номера, какие там кровати стоят, какая там, есть ли там микроволновка, есть ли там, я не знаю, уборка, в какое время заселение, в какое время выезд, сколько стоит, в конце концов, ну, я думаю, цена-то на сайте, конечно, там потом где-то появится, там, как качество примера, но тем не менее, да, очень специфические вещи. Может ли машина их, вот хотя бы теоретически, понятно, что мы с вами сейчас видим очень-очень такое пока начало этого, да, вот таких систем, то есть понятно, что они будут развиваться, понятно, что они будут совершенствоваться, но вот вопрос, может ли эта система досовершенствоваться до того этапа, чтобы она смогла вот эти специфические особенности в текст включить? Возможно ли это хотя бы теоретически? Мне представляется нет. И знаете почему? Сейчас я вернусь к нашим слайдам. Она не сможет дать уникальные, да, данные, потому что эти данные только человек может дать. И причем не копирайтер, а на самом деле заказчик. Про копирайтеров сейчас тоже обсудим. Вот смотрите, да, самая-самая древняя модель создания текста, которая только, ну, в европейской культуре, в нашей с вами, которая основана на греческом, на греческом наследии, вот самая древняя модель работы с текстом. Древнегреческий риторический канон. Инвенция, диспозиция, локуция. Сначала создается идея, дальше эта идея выстраивается в какие-то определенные последовательности, то есть слова выстраиваются в определенные последовательности, потом текст уже создается, редактируется, украшается, там что-то вода из него удаляется, что-то такое. С точки зрения современных, да, современной работы с текстом, на этапе идеи мы формулируем портрет целевой аудитории, для кого мы создаем текст, оцениваем, проводим сравнение с конкурентами, формулируются УТП, формулируются ключевые характеристики, выстраивается контент-воронка, придумываются офферы. И, конечно, это огромная маркетинговая работа. И сейчас многие могут меня послушать и сказать, но при чем здесь вообще копирайтеры? При чем здесь копирайтеры? Копирайтер, по идее, приходит и начинает работать как раз вот здесь, на этапе работы с текстом. Но сколько копирайтеров действительно приходят и получают эти уникальные данные, получают эту вот маркетинговую идею в том виде, из которой уже можно, что называется, просто взять и создать текст. Мой практический опыт и опыт коллег говорит, что таких копирайтеров счастливчиков, их единицы. Да, по факту эту работу, ну, ее даже, знаете, это все-таки, конечно же, это работа заказчика, да, или там маркетолога у компании. Но способность эту информацию правильной заказчика получить, помочь ему где-то сформулировать, потому что очень часто копирайтер приходит и говорит, что, да, вот мне нужна такая, вот мне нужна такая, чтобы создать хороший продающий текст, который будет приводить читатель, который не просто место на сайте будет занимать, а который будет читателей приводить. Да, я для этого отучилась на маркетолога. Да, потому что, на самом деле, профессиональный копирайтер – это копирайтер, который владеет знаниями, фактически это копирайтер-маркетолог. В противном случае мы не можем создать текст, который будет работать. И нам приходится либо эту информацию собирать самим, то есть приходить в компанию и собирать эту информацию самим, либо тоже очень хитрые для этого способы, методы вытаскивать эту информацию из заказчика, помогать ему эту информацию каким-то образом, да, выводить ее на поверхность. И, да, вполне возможно, конечно же, я думаю, что вот с этими, да, генераторами, если сейчас там подключиться, пока там нет ощущения, что там работали маркетологи именно с точки зрения, вот, как бы, организации, да, интерфейса для пользователя, но вполне возможно, что если маркетологи подключатся, да, вот этот вот этап, более такой, более сложный этап брифования, условно, то, что мы с вами сейчас видели, там, введите 150 слов, и мы вам выдадим текст, да, если вот этот этап усложнится, вполне возможно, что из эти системы смогут вырасти до систем, которые создают какой-то там, ну, для продающих текстов, не сказать, что какой-то там высокохудожественный, но вполне себе там работающий контент. Но с этими системами все равно придется работать, опять же, кому-то, кто понимает всю эту узнанку, который, да, кто понимает вот эту вот всю технологию, держит в руках, потому что, ну, опять же, мы с вами видим многократно, наверное, уже, да, вот здесь у нас собрались опытные коллеги, что не даже всегда, не всегда достаточно просто задать вопросы, иногда приходится додумывать, дорабатывать, находить пробелы в вот этой вот идейной части, прежде чем начнут создаваться какие-то тексты. Получается, какой я свой делаю вывод, давайте сейчас я свой вывод заключу, а потом мы с вами, вот, возможно, вы со мной там поспорите, или мы с вами вернемся куда-то на шаг назад к этим системам, да, их еще раз проанализируем. Какой я делаю вывод с точки зрения, вот, насколько эти генераторы хороши, плохи, есть ли от них нам, на этом этапе, на котором сейчас они находятся, а есть ли нам от них какая-то польза, можно ли от них получить? Ну, во-первых, я прям три вопроса вынесла. Вопрос первый. Я прям его слышала тоже, знаете, один раз мы обсуждали как раз. Ну, так и что, работу потеряют все копирайтеры, копирайтеры, если вот сейчас эти генераторы, наконец, станут, ну, так, да, чуть-чуть еще подразовьются, да. Я бы на этот вопрос ответила так. Копирайтерам, профессиональным копирайтерам, которые видят, да, вот, идейную часть работы с текстом, понимают идейную часть работы с текстом, копирайтерам генераторы текста не грозят совершенно абсолютно. возможно, они даже когда-то еще чуть-чуть, ну, там, год-два-три, они станут, знаете, такими, у меня такая ассоциация возникла, как вот, как телескоп для астрономов, да, он заменяет, он помогает, там, увидеть звезды, он даже где-то какие-то тоже, опять же, компьютеры, там, помогают как-то проанализировать полученные данные, помогают быстрее получить какие-то данные, да, какие-то расчеты, опять же, компьютер помогает быстрее получить, но все равно управляет всей этой системой человек. Вот с точки зрения профессионального копирайтера, я думаю, что вот это будет выглядеть так. То есть эти системы вполне возможно через 2-3-4 года будут помогать нам. На самом деле, почему бы и нет собрать большой объем данных? Мне нужно написать большую статью на какой-то предмет определенный. Получить за 15 минут выжимку из всего интернета, что на эту тему написано, с отсеянным, лишним, с отсеянными повторами, почему бы и нет? Это очень даже интересный материал, который я могу получить, из которого я могу создать дальше какой-то уже такой осмысленно-человеческий текст. Вполне возможно. Ну а вот тем, кто воспринимает работу копирайтера как Ctrl-C, Ctrl-V, скопировал здесь, поставил сюда, взял одну статью, поменял в ней слова местами, порядки, порядка, там, не знаю, синонимы где-то исправил, что-то такое вот еще подшаманил и вроде как выдал как новый текст. Да, но с моей точки зрения, и слава богу, потому что мне кажется, что такие специалисты просто, скажем, громко порочат честное имя копирайтера. Для заказчиков есть ли полезность в этих сервисах? Например, может ли заказчик заменить генератором текста живого копирайтера? Я считаю, что легко. Есть же заказчики, которые запускают, находят копирайтеров, и копирайтеры вот за 200 рублей и тысячу знаков пишут, сидят, пишут отзывы. С точки зрения бизнеса работа бесполезная, вот совершенно, если не сказать вредная. Но с точки зрения качества текстов приблизительно такого же уровня качества текста получаются. Заменить такого уровня копирайтера с биржи генератором легко. Ругаться, да, психовать не на живого человека, а на вот такой генератор. Милое дело. Но, опять же, что называется, мне не жалко. Профессионального копирайтера пока еще заказчик генератором текста заменить не может, потому что только живой человек, живой профессиональный специалист сможет указать заказчику, какой области знаний недостаточно проработано для того, чтобы получился работающий текст. Пока еще машина этого сделать не может. Вот. Ну и самое интересное, на самом деле, вот пока я работала с этими генераторами, ну хорошо, вот а польза-то для копирайтеров какая-то есть, вот эти системы развиваются. Можем ли мы их как-то поиспользовать в своей работе? И, вы знаете, мне кажется, вполне возможно. Я даже готова, ну сейчас пока еще они все-таки совсем сырые, но, тем не менее, я уже готова пробовать так начинать их осваивать. И знаете, в каком плане? Ну, во-первых, для начинающих копирайтеров эта история может быть очень полезным инструментом, чтобы справиться со страхом чистого листа. Ну, он многим известен. Все мы когда-то начинали, и вот это вот состояние, когда у меня открыт белый лист, я сижу, я не знаю, что написать, мне вроде как надо написать статью, а что писать, я не знаю. Я вот сижу, да, на это кофе вхожу себе, наливаю там, не знаю, топчусь вокруг стола, сажусь, выхожу, закрываю компьютер, открываю компьютер. И для того, чтобы пошел процесс, вот мы, например, на курсе писательский интенсив, мы для этого делаем упражнение, там, фрирайтинг, все вместе садимся, да, я засекаю время, и мы вот используем такой инструмент. Для того, чтобы запустить процесс, по сути, копирайтеру нужен, нужно, конечно, какая-то основа, да, вот если представить, что копирайтер – это такой, ну вот уже автор текста, такой как скульптор, да, вот ему нужен камень, нужна основа, чтобы потом лишнее с него убирать, ненужные какие-то кусочки отколупывать, да, и уже из какого-то такого непонятного камня, из непонятной какой-то субстанции создать вот красивую скульптуру. И вот, по сути, генераторы вот эту субстанцию, да, совершенно непригодную к такому вот финальному выпуску нам предоставляют. Причем у нее есть еще огромный плюс в том, что это не мой текст. Я его буду, да, опять же, многие начинающие копирайтеры об этом говорят, что есть такая проблема, я даже вот что-то такое мне удалось на этот чистый лист написать, да, уже какой-то текст, но мне очень жалко каждое слово, ну, потому что оно мной написано, пусть оно, я понимаю, что это прилагательное, которого там быть не должно, пусть я понимаю, что там это какой-нибудь, я не знаю, оборот, причастный, сложный, которого быть не должно в хорошем тексте, но мне очень его жалко, потому что это мой текст. А в случае, если эту основу создал генератор, ну, чужие тексты мы критиковать с вами гораздо, вы даже сейчас смотрели текст генератора, да, и с каким удовольствием, да, это все плохо, да, это все не так, попробовали бы со своим то же самое сделать. Да, как раз это очень удобно, то есть мы, с помощью этого генератора, да, начинающий автор может создать некоторую такую вот камень, увидеть, что там все плохо, но главное, опять же, все-таки понимать, что конкретно там плохо для того, чтобы изменить, и из этого уже выстроить хороший текст. Мне кажется, это может быть очень интересно, ну, по крайней мере, я прям поставила себе задачу, я попробовала даже, может быть, где-то на курсе, попробовала со слушателями таких экспериментов проводить. Ну, и для опытных копирайтеров, я думаю, что тоже такие генераторы будут полезны, не прям сейчас, пока я не вижу вот из тех генераторов, которые я посмотрела, не увидела тех, которые могут сейчас прям что-то такое действительно создать серьезное, интересное, но это очень быстро все развивается, я думаю, что один-два года, и мы увидим генератор, который действительно сможет собрать, быстро собрать материал, да, условно, со всего интернета собрать материал на какую-то тему для того, чтобы я из этого сделала осмысленно, добавив там свой экспертный опыт или опыт эксперта, с которым я работаю, да, смогла создать экспертную статью, я думаю, что да, я думаю, что вполне, вполне, вполне возможно это такое тоже будет. Но вот как мне кажется, это вот моя исключительно такая субъективная оценка, что это вот в районе год-два этим системам еще нужно бы, нужно бы поразвиваться. Вот, ну, это что называется вот мой опыт, да, результаты моего изучения этой темы. Я, конечно же, обязательно, сейчас я затихну, и мы с вами обсудим, если осталось, даже появится желание, если какие-то есть вопросы, будут вопросы, что обсудить, да, но я, конечно же, обязательно должна сказать, что еще раз, да, что профессиональным копирайтерам, то есть людям, которые понимают, понимают вот этот вот базовый, да, блок идеи, на котором строится копирайтинг, не только модели, не только приемы редактирования, тоже все, конечно, важно, это тоже все нужно, да, но копирайтерам, которые понимают устройство всей этой системы, совершенно эти генераторы не грозят, ну, как инструмент, помощник нам, они вполне с вами сгодятся, я думаю, скоро, да, вот какого-то, какой-то угрозы, да, профессионального вытеснения, они не предоставляют, ну, абсолютно, ну, нисколечко, нисколечко, максимум, что они подвинут. Станислав, сейчас скажу про резюме, я буквально одно слово, последнее скажу, такое вот, что обязательно хотелось бы мне сказать, и уже дальше будем исключительно обсуждать ответ на вопросы. И, конечно же, конечно же, кто готов в эту тему погружаться, кто готов изучать тот копирайтинг, который я подразумеваю, да, профессиональный копирайтинг, да, с вот этой большой подложкой, я приглашаю к нам, да, вот как минимум четыре направления, которые сейчас есть в работе с текстами, приходите, да, основное мастерская продающего текста, где мы как раз изучаем вот эту маркетинговую составляющую копирайтинга, плюс, конечно, и основную копирайтинга, но и вот эту всю маркетинговую нижнюю часть айсберга. Кому нужно работать с текстами для контента, для поискового продвижения, для SEO, приходите. Кстати, эти системы позиционируются как системы, тоже в том числе, но вот я вообще пока в наших системах я этого не увидела. Системы, которые хорошо создают тексты для SEO. Ну, не знаю, вот американские не изучала, в наших пока не увидела этого проявления. Тексты, которые, ну, уж совсем никак нельзя создать с помощью машины, по крайней мере, сейчас это истории. И вот как минимум, где я точно попробую использовать генераторы текста, это вот на писательском интенсиве для писателей, точно, как только ближайшая группа будет набираться, мы точно попробуем эти сервисы, попробуем в работе и попробуем дальше с ними, с этими текстами что-то сделать. Это, мне кажется, будет очень интересно. Поэтому, если интересно, если эта тема для вас важна, приходите, будем вместе эту тему копать, будем вместе в этой теме работать. Так, ну что ж, давайте теперь обсуждение. Я все, что хотела, что подготовила, даже я прошу прощения, немножечко, видите, задержала. Но очень большая тема, невозможно мне было писаться в 40 минут. Можно ли с помощью генератора текста собрать резюме? Станислав, вы понимаете, в чем история? Давайте я сейчас даже переключу. У меня, по-моему, был открыт какой-то из этих генераторов. Сейчас. Какой-то из них. Ну вот, например, самый, тот, который самый большой. Самый такой, да, из тех, которые вот мы, я рассматривала. Он, несмотря на то, что у него вообще в основе большое количество, кстати, резюме там нет. Он, когда заходишь, он показывает большое количество направлений, в которых можно создавать тексты, а резюме в нем нет, пока они об этом не подумали. Еще. Но, несмотря на то, что даже большое разнообразие разных направлений, у них, по сути, вот эта вот начинка внутренняя, да, вот как создавать, которая создает тексты, она плюс-минус везде одна и та же. Поэтому я думаю, что, ну, а почему бы нам, например, не попробовать создать резюме с помощью, я не знаю, какого-то там текста для, сейчас у меня здесь закрою, например, какого-нибудь поля для, я не знаю, для чего, ну, там, для описания товара. Ну, какая разница? По большому счету, мы же с вами знаем, да, или вот услуги, описание услуги, описание услуги. Ну, по большому счету, мы же с вами знаем, что текст там, описание товара, он от резюме отличается, ну, как бы внешней оболочкой, внутренней у него там та же самая. Но, вот смотрите, как минимум у нас здесь, вот все-таки резюме, это же вот когда заказчик, да, или там работодатель ищет работника, он ищет его специфические, специальные, да, уникальные какие-то черты, умения, знания. Откуда может машина, вот какой бы она ни была хорошей, эти вещи знать? То есть она теоретически может знать то, что есть в интернет, да, то есть она может получить доступ в интернет и выгрузить все. Вот если вернуться, опять же, к самому первому слайду, помните, где мы смотрели, как она работает, да, то есть в нее загружено множество слов, в нее загружены грамматические конструкции и в нее загружены там, условно, все те тексты, которые создавались человечеством раньше. Ну, про вас-то она же ничего не знает. Как она может создать текст про вас? Пока это вот совершенно утопическая история. Теоретически, я думаю, что если эта система будет развиваться, да, если создать такой более интеллектуальный опросник, то есть большее количество вопросов, потом из ответов на ваши вопросы выстроить, ну, условно, некую структуру, некую последовательность, я думаю, что это возможно. Но пока такого я не увидела. Пока этого нет. Пока вот я сейчас специально открыла, да, смотрите, то есть вот уровень вот этого вот входного потока, вот он сейчас перед вами. Вот мы можем там 80 слов тут написать, там десяток слов тут написать. Ну и плюс еще сама по себе машина пользуется очень-очень большим количеством прилагательных, то есть вот в результате работы машины мы видим очень много прилагательных, таких вот абстрактных, да, то есть, ну, создадите вы с помощью этой системы текст, что вы уникальный специалист, профессионал высокого класса, там что-то такое, ни о чем. Поэтому пока не приходится рассчитывать, пока не приходится рассчитывать на помощь машины в этом плане. Так, ну что же, уважаемые коллеги, есть ли еще что обсудить, есть ли что еще сказать, спросить, да, предложить по этой теме? Я то, что подготовила, тут говорить на эту тему можно бесконечно, я бы с удовольствием это сделала дольше, но вот наша задача вложиться в 45 минут, мы даже, даже эту задачу нам не удалось. Решить, ну, правда, объем того, что хотелось посмотреть, его больше, но с другой стороны, если что-то еще осталось и хочется спросить, я с удовольствием на вопросы отвечу, с удовольствием там что-то открою, что-то попробую. Да, еще раз. Чисто ради эксперимента попробовать можно, ключевые слова и словосочетания. Ну, давайте, хотите, попробуем вместе, хотите, сами попробуйте. Я за, я всегда за эксперимент. А ссылки у вас все в личный кабинет, я презентацию выложу, то есть все те ссылки, которые на вот эти попробованные мной сервисы и видюшки с моими экспериментами там тоже есть, посмотрите, я думаю, что будет тоже полезно и интересно. Ну, и, конечно же, приглашаю, жду, приходите, приходите изучать копирайтинг настоящий, для того, чтобы этими системами управлять, для того, чтобы эти системы стали нашими помощниками, подмастерьями. Они вытеснили нас, да, словно подмастерьев вытеснят, а нас нет, помогать нам будут. Вот, запись, да, я сделала, если техника не подведет, я всегда, знаете ли, говорю на всякий случай, а вдруг техника подведет, но если не подведет, запись идет, запись должна быть. Я очень рассчитываю, что она у нас получится. Ну что, Станислав, будем пробовать? Хотите, дайте попробуем. Или потом сами попробуйте. Давайте попробуем. Чего же нам не попробовать? Что хотим написать? Что хотим? На какой товар текст создать? Давайте попробуем. Командуйте. На какую тему хотим текст? Кстати, знаете, тоже, это вот элемент тоже эксперимента. Я пробовала разные тексты из разной сферы, и, конечно же, машина чуть лучше справляется с темами, ну, такими более простыми, то есть сложной, профессиональной темы, там совсем печалька. Ну вот, например, я пробовала там специфические там умные устройства, умные счетчики, и там прям совсем не справлялась. Давайте что-нибудь из экономики. Давайте вашу идею. Давайте попробуем одну какую-нибудь текст создать, и уже тогда будем с вами прощаться. Что-нибудь из экономики. Какая услуга, экономическая услуга мы хотим попытаться описать? Здесь, правда, описание товара для Вайлберс, но ему на самом деле все равно. Можем попробовать ради интереса взять. Давайте не будем уже дергаться. Ну что, предлагайте. Дизайн интерьера. Первый лист представлен в виде колористического решения подбора аналоговых предметов. Он не разбит по комнатам. Вы хотите попробовать этот текст как-то продолжить? Давайте. Сейчас посмотрим. Сейчас это в форме. Сейчас. Я думаю, что это должна быть, например... Давайте вот попробуем развернуть из этого статью. Посмотрим. Это может быть сейчас... Может занять это какое-то время. Не зря я пробовала все-таки. Сейчас. Создавала. А, у нас слишком много символов. Ну давай, хорошо, поменьше. Здесь тоже такими. Давайте просто посмотрим, на что это будет превращаться. Там надо смотреть, там есть где-то какая-то из этих систем, которые... Что-то человеческое получить. Но сомневаюсь, что мы получим что-то человеческое. Обсудим использование цвета в дизайне интерьера. Поскажем вам несколько отличных примеров того, как все это сочетается. Сочетайте. Так что читайте дальше, приготовьтесь вдохновляться. Да, но смотрите, здесь этот блок однозначно нацелен, настроен на создание вводного параграфа. То есть он нам говорит, как должно быть введение. Оформлено, как должно выглядеть введение. Ну, такое себе стандартное, клишированное что-то такое тоже мы здесь получили. Сейчас посмотрю, куда еще можно попробовать. Куда это еще можно попробовать создать? Ну, надо искать, на самом деле. Нет, надо искать. Ну, давайте попробуем, может быть, попробуем, сделаем рерайт, посмотрим, как он изменит нам этот... Он меняет. Я, на самом деле, тоже не успела. Вы потом посмотрите. Там вот в записи есть... Там в некоторых случаях действительно... Сейчас я уберу. Действительно, и с логикой тоже не всегда генераторы пока дружат. Ну, вот смотрите, что получается. На первом листе представлена цветовая схема, подборка предметов, которые разбиты по комнатам. На мой взгляд, вот как считаете? На мой взгляд, шил на мыло. Тут, конечно, надо... Как вам результат, Ольга? Да, то же самое. Но, опять же, это-то как раз, я думаю, что вполне штука развиваемая. Это просто сейчас, пока еще, да, это очень такой первый этап работы с этим генератором. Я думаю, что вот как раз помощь в подборе, помощь в структурировании, я думаю, что вполне такие генераторы смогут оказывать. А помощь в подборе синонимов, помощь в подборе каких-то более простых слов. Тут, кстати, вот знаете, что какая интересная вещь есть? Тон можем попробовать изменить. О, информативный. Ну-ка сейчас посмотрим, может быть, инфостиль он какой-нибудь нам выдаст. В идее что-то должно меняться. Ну вот, смотрите, проект призван помочь вам быстро и легко. Ой, нет, главреду лучше не показывать. То, что он пока нам выдает, главреду лучше не показывать. Но я думаю, что это вполне возможно. То есть это, я думаю, что разовьется, доведет, дойдет до какого-то такого, действительно, практикоориентированной истории. Пока нет. То есть мой личный вывод, что за этими генераторами, да, надо наблюдать. Вполне возможно, это будет полезный инструмент чуть позже. Как минимум, я хочу попробовать его для тех, кто только начинает писать, кому сложно создать вот это первое творение, из которого потом надо что-то создавать осмысленное. Я думаю, что это может быть интересно. Для создания каких-то осмысленных текстов пока нет. Пока нет. Но это не мешает вам проводить свои эксперименты в этой области. Ну что ж, коллеги, я должна прямо уже извиняться, что я задерживаю вас практически прям так сильно. Есть ли еще что спросить? Нет. Так, спасибо большое вам, что вы пришли. Спасибо большое, что поучаствовали, что пришли с вопросами. Тема интересная. Будем за ней следить, будем держать, что называется, как говорится, руку на пульсе. Если нужно погружаться в тему глубже, приходите на курсы. Ну и если больше сейчас вопросов нет, то я прощаюсь с вами. До новых встреч. Татьяна, спасибо большое, я тоже была очень рада вас видеть. Очень приятно встретиться уже даже спустя курс. Будут еще, да, семинары будут тоже, вас рада видеть. Всегда это приятно и полезно, как мне кажется. До новых встреч. До новых встреч. Использовать вполне возможно, если зашел в тупик составление текста. Да, Станислав, вот согласна. Вот согласна, что для того, чтобы выйти из какого-то тупика кризиса, да, вот тот самый страх чистого листа, да, отсутствие музы, прокрастинация. Да, это может быть таким просто толчком, то есть просто что-то, какой-то массой. А, собственно говоря, фрирайтинг, он на этом основан, да, создать некоторую массу текста и хоть каких-то букв, из которых уже редакторским взглядом что-то полезное выуживать. Вот это да, это вполне возможно. И вот я хочу попробовать тоже на курсах, обязательно попробую этот инструмент. посмотрим, как, за слушателями посмотрим, как это действует. Вполне, вполне рабочая штука. Можно, можно рекомендовать. Но главное, что это потом нельзя публиковать сразу. Это надо, с этим надо работать.